Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале Экзегет. С вами священник Стахик Латвин. И сегодня с некоторой печалью, которая в радость, дай Бог, будет растворена, обсудим невеселый стих, который, если из него сделать правильные выводы, должен нам помочь, помочь от вот этой печали, от этого даже, может, уныния, перейти к радости, к радости со Христом. Этот тоже стих, он, как обычно, вот мы разбираем, что он находится в абзаце повествования, тоже можно мимо него пробежать. Он вроде как некоторое дано, а решение только впереди. Но все-таки нам надо задержаться, остановиться и на все евангельские слова внимание обратить. Поэтому сегодня я хотел бы открыть вместе с вами 17 главу Евангелия от Луки и прочитать 22 стих. Сказал также ученикам, «Придут дни, когда пожелаете видеть, хотя один из дней сына человеческого, и не увидите». Конечно, этот стих, прежде всего, мы должны к такому фактическому толкованию перейти. Этот стих говорит о том, Господь предупреждает, Господь апостолов готовит, чтобы вот к тому моменту, когда он будет распят, когда он будет погребен. И вот ученики, которые вначале сами бежали от своего спасителя, покаются, будут искать Бога, а силы его увидеть не будет. И они просто будут в шоке, не знают, что делать. Они всю жизнь, они забросили свои дела, свою работу, свой какой-то там заработок. Все забросили, оставили родных, близких, свои дома, и вот это вроде все впустую, что ли. Потому что на что эти все были жертвы? Вот нету сына человеческого, нету Христа рядом. Господь говорит о себе, предупреждает. И захотят они увидеть, а Бога не видно. Ты его не видишь, не чувствуешь, его нету рядом с тобой. Но помимо предупреждения, все-таки это и слова ко всем нам. Но прежде чем это разобрать, надо вспомнить контекст. Контекст фарисеи брали, спрашивали, вот Царство Божие, когда придет. Причем им Царство Божие хотелось не Царство Небесное, а что Царство Божие на земле, чтобы здесь все было, власть, почести, язычники там приносили дары, поклонялись. Даже, может, фарисеи многие хотели не то, что там, что властвовать над порабощенными язычниками, а чтобы они тоже Бога единого узнавали. Может, из лучших побуждений. Но все равно Господь говорит, да, сейчас вокруг много лжепророков. Ведь когда за Христом толпы людей шли, они перед этим шли, и за всякими политическими лидерами, которые там от власти римлян восстания поднимали, и за различными учителями, прежде всего за фарисейскими. Почему Господь так часто с фарисеями спорит? Потому что фарисеи, с одной стороны, они откликались и видели во Христе такого земного лидера, а с другой стороны, они видели в нем конкуренты, что люди ходят не за ними на улицах, потому что храмовое богослужение контролировалось течением секты Суддукеев. А фарисеи были уличные проповедники, и тоже самое интересное, но чем можно привлечь? Это и современные сектанты, как и тогда фарисейские, различные сектантские направления, ветхозаветные религии, работают очень часто на одном. Вот страшный суд, вот конец времен, вот царствие Божие, вот и какие-то, с одной стороны, кары всем неправильным, а с другой стороны, вот тем, кто сейчас попадет в избранную когорту, то тот спасется. Да, на эту удочку ловятся в том числе жертвы несчастные, запрещенные в Российской Федерации тоталитарной секции свидетели Иегов. Тоже вот ты войдешь в избранное число, 144 тысяч человек, и ты будешь среди них, и человек вот эту лапшу на ушки свою наматывает, и теряет спасение души, теряет свою свободу, теряет связь с близкими. И вот во времена Христа примерно было все то же самое. Поэтому раз и вызовы окружающие, те же самые сейчас, то и вот разрешение, выход из этих ситуаций неповрежденными, или даже поврежденными, но все равно спасшимися, потому что когда ты вылезаешь там из перекорежного поезда, который сошел с рельс, может, да, у тебя там и рука сломана, может, ты ободран, может, где-то ты обгорел, и вылезаешь ты вообще на мороз без одежды при этом, но все равно, что ты рад, что ты спасся. Точно так же и здесь, да, вот покалечены грехами и несовершенствами и окружающего мира, и что куда страшнее своими собственными, все равно ты можешь спастись, если поймешь, что с этим дальше делать. И Господь просто перед этим очень важные слова сказал, «Царствие Божие внутри вас есть». И тоже вот надо нам будет отдельно и этот стих разобрать, но пока что не о нем речь. Так что здесь Господь говорит настоящую пророчество, которую каждому из нас он обращает. И поскольку Господь никогда на нас, на людей не накладывает того, что он не наложил на себя, то, что он сам, будучи человеком, приняв нашу человеческую природу, не принес, то, что он сам почувствовал. Помните, как Господь на кресте говорит, «Боже, Боже мой, почему ты меня оставил?» Господь чувствует вот эту богооставленность. Это ему тяжелее, потому что он берет на себя грехи всего мира. Это ему тяжелее, чем вот боль от гвоздей, чем насмешки иудеев, которые ходят, чем обиды на апостолов, которые вот, но тоже как-то вот его предали, бросили, все разбежались. Хотя, конечно, Господь это тоже все знал. И вот это богооставленность, потому что смерть, отделение от источника жизни, от Бога. И вот Господь, будучи сам Богом, но при этом приняв человеческую природу, своей человеческой природы чувствует, как грех, тяжесть этого греха, пусть это грех и не Христов, отделяет от Бога и Спасителя. И вот этот момент богооставленности, раз его перенес Христос, раз Господь обещает его, что и апостолам придется перенести, это не тупик, это та точка, с которой начинается восхождение. Потому что дальше начинается победа Христа. Господь кричит, Боже, Боже, он искуя, меня исти оставил. Фарисеи и иудеи ходят рядом, смеются, Христос, потому что на древнем языке, который уже в арамейском разговорном не очень понимался, или, или, или массово хвани. И они такие, ой, он Илью приглашает, порок Илья на уйденной колеснице, прийдет, освободит, ха-ха-ха, давай мы вот там сейчас тебе поверим. То есть вот вроде унижение. И вроде потом Христос даже умирает, но вот это все смерть, это уже победа. Господь идет, топчит, тат, сокрушает его врата, выводит прайдников. Все. То есть начинается рост. Даже вот после этой точки может быть еще падение, но дальше только все. Воскресение, вознесение на беса, сидение во славе, Одесной Отца и пришествие в конце времен, судить мир. Вот оно величие, вот оно уже победа. Точно и так же и мы. Вот если христианин в какой-то момент почувствовал, что вот Бог меня не слышит, Бог меня оставил, я Бога не чувствую в своей душе, не надо унывать. Это значит, что рядом победа, но очень опасно. Это может быть победа, а может быть полное поражение. Как вот бывает у человека кризис здоровья, кризис, как вот в медицинском смысле слова, что организм, например, болится с заразой, с каким-то вирусом, и он поднимает температуру, и уже температура настолько высока, что сейчас либо она переборет этот вирус, сожжет его, выработает антитела, либо эта температура, наоборот, все, сердце не вырежет человека, и он умрет сейчас. Либо так, либо так. Точно так же и с моментом богооставленности, который каждому христианину все равно приходится по своим грехам, несовершенствам потерпеть, который момент перенес Христос, пусть и не по своим грехам, а взяв наши грехи, несовершенства на крест. И человек тоже, он имеет риск, он может пойти, как Христос, к победе, а может пойти, как апостол Иуда, к погибели, да, взять, отказаться от покаяния, от прощения Господа, от стремления идти к Нему, все, Бог меня оставил, я Бога предал, да, все плохо, повесился, все уже, а вспомним, как апостолу Петру было плохо. Тоже вокруг Христа и Христова, где вот эта богооставленность самим Богом чувствуется. Точно так же, вот это особенно яркие примеры. И апостол Петр берет, трижды отрекается от Христа, говорит, да не знаю этого человека, трижды повторяет, клянется тем, что он не знает Христа. И вот, ну естественно, если он от Христа даже клянется, понятное дело, он чувствует богооставленность, и выходит вон, и плачется горько. Да, и плачет, а горько плачет, и вот этой горечь его души, и боли его в душе. И ему, конечно, было потом тяжело просто жить. Это так душа его болела. Но все равно он проявляет это покаяние, и он видит Христа на берегу, мы помним, воскресшего, бросается в море, там запоясывшись каким-то, вот на ведреной повязкой плывет. То есть вот, хотя, ну, логики даже никакой нет. Корабль сейчас может приплыть уже быстрее, чем апостол Петр, уже человек немолодой, до берега доберется. Потому что вот он видит радость. Точно и так же и мы, когда вот мы чувствуем момент богоставленности, сначала мы понимаем, и она заслуженная. Это Христос незаслуженно богоставленность чувствовал, потому что чужие грехи брал. А мы по своим собственным грехам, вот эти грехи, не обязательно какой-то, либо тяжелый, страшный грех. Вроде я, в принципе, хороший, надо понять, но у меня есть очень тяжелый грех. Не обязательно там из списка смертных грехов, просто самый простой грех, но настолько он разросся, и он в мою душу давит. Или, может, незаметно, вот здесь на полочке, здесь на полочке, тут не исправил, тут не исправил, и вот здесь богоставленность почувствовал. Не чувствуешь, что Бог отзывается, не чувствуешь, что Бог слышит молитвы. Или действительно Господь посылает какое-то испытание, там и близкие заболели, еще и ты так переживаешь, и думаешь, ну, Господи, почему, почему, я вот вроде же неплохой человек, что, что ты там меня оставляешь? Да и не помнишь иногда слова Спасителя, которые Господь сказал перед исцелением слепорожденного, что иногда не по грехам родителей, не по грехам человека, а посланы страдания и болезни, когда человек, чтобы на нем явились дела Божьи, ты не ждешь, что на тебе дела Божьи явятся, ты уже отрицаешь эту возможность. Но нет, если в этот момент вместе со Христом тоже воскликешься, Боже, Боже, почему ты меня если оставил? И все-таки начнешь его искать, потому что, как здесь сказано, да, вот в один из этих дней пожелайте видеть Сына Человеческого, не увидите. Самое важное все равно желать видеть Сына Человеческого, желать видеть Христа. Если ты сказал, не, все потеряно, я и не хочу Бога видеть, он не откликается. Все, это тупик, это путь Иуды, это путь погибели. Если в этот момент ты будешь желать, и апостол Петр желал бы увидеть Христа, но Христос, он знает, все, уже погребен, уже его не увидеть, он уже вроде умер, с ним связи нет. Но вот если мы для себя Христа не погребаем, если мы от него не отступаем, то ничего страшного не произойдет. Мы возьмем, и вот, возможно, дальше еще ситуация ухудшится, точно так же, как Христос после этих слов умирает, и в ад оказывается, да, но, как мы помним, все равно выше можно будет подняться. Так и здесь мы тоже поднимемся, и Христос обязательно протянет руку, и как Он вывел Адама и Еву из ада, вот как на воскресной иконе, вот эти бабушка, дедушка изображены, которые из подземных вот этих обителей выбираются, за ними еще люди. Вот как Господь вытягивает вот из этой глубины грешников покающихся, так точно так же и Господь и нас из этой бездны вытянет. Поэтому главное понимать, что это нормально, что когда-то в своей жизни ты не чувствуешь Бога, что это нормально, что даже когда ты принимаешь заслуженность этого Богооставленности, что и после этого тебе легче еще сразу не становится. И это нормально ждать и надеяться, не отрекаться от Христа, молиться, идти по пути спасения и ожидать, что Господь спасет. И тогда действительно Господь явится, и радость в душе появится, и ты подумаешь, как хорошо, что я продержался, а Господь мне все равно потом помог.